Микс Ньюс Учёные бьют тревогу Неизвестно, как дело повернётся, может ледниковый период начаться Если человечество не предпримет реальных действий, в ближайшие годы нашу планету ждёт климатическая катастрофа Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку Как её избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты, от этого воздух чище станет Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн углекислого газа на душу населения Слушайте по пятницам на Радио Болтком Авторскую программу Константина Рангса Климат-контроль Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры И ещё раз добрый день, уважаемые слушатели Вы слушаете Радио Болтком И начинается программа Климат-контроль В нашей студии по скайпу Журналист, популяризатор науки, учёный, морской геолог Константин Рангс Добрый день, Константин Здравствуйте И у нас какая-то проблема всё-таки всё равно со звуком получается А только что её не было А вот сейчас вот вроде всё появилось Всё замечательно, всё слышно И, наверное, мы поговорим о такой насущной проблеме нашего города Ведь не секрет, скоро приближается выбор В городе будет другая власть И пока вот политики различные строят там обещания строительства Там то концертных залов, то ещё каких-то там огромных комплексов В принципе, выясняется одним из таких насущных вопросов Является проблема затопления буквально города Мы видим, что размывается и изнутри, и снаружи Проваливаются автомобили под брусчатку, под асфальт Образуются дыры, пустоты И в то же время не сливается вода И образуются огромные лужи, которые мешают проезду транспорта в городе Вот что, в принципе, для города самое главное? Как избежать вот этих напастей? Ну, начнём с того, что, в принципе, ясное дело Что наш город, который стоит реально на песке Этот город очень уязвим в плане всевозможных размывов Это, ну, что называется, азбука градостроительства И всегда, и везде инженеры с древнейших времён В таком случае думали о том, что каким образом они будут отводить излишки воды Особенно, когда они выпадают в очень короткий промежуток времени И эта задача, она имеет несколько решений И я думаю, что тут можно особо даже не вдаваться в подробности Дело всё в том, что есть отработанные методики Открытая ливневая канализация, закрытая Есть различные виды коллекторов, сборников Это уже, как говорится, специалисты Мало того, они могут что-то решить, разработать и предложить Вопрос в том, что эти специалисты должны получить, что называется, толчок Задание от городских государственных властей на соответствующую работу И вот тут очень важно понять, что, в принципе, ситуация сейчас действительно меняет И когда вот говорим о таких вещах, как глобальное изменение климата То нужно понимать, что да, например, повышение уровня моря Оно произойдёт не завтра, не к концу следующего электорального цикла И вполне возможно даже не на жизни и не действующих политиков Это факт Об этом нужно думать как бы на перспективу Но об этом нужно, конечно, думать Но то, что произойдёт раньше, гораздо быстрее Это то, что связано с обильными осадками А обильные осадки – это не только размывание, например, автодорогов Вот, например, интересная вещь Позавчера финские соседи сообщили, что биологи в Финляндии Обнаружили появление нового вида комара Который, что называется, раньше жил в Европе, южнее гораздо Теперь уже и в Финляндии себя размножается Который очень часто является разносчиком малярийной инфекции Малярия, надо сказать, это убийца из инфекционных номер один Он убивает десятки, сотни тысяч человек каждый год И поэтому появление нового разносчика комара Нового разносчика малярийного плазмодия – это страшная вещь Это огромная проблема Но нужно отметить, что ведь этот сам комар, для того, чтобы он размножал все благополучно Нужны для него характерные условия И одна из этих условий, один из этих условий – это, допустим, наличие всевозможных луж Затопленных валов Вот таких вот вещей, которые как раз и образуются в результате плохого водоотвода дождевых осадков Знаете, вот получается, с одной стороны, вроде бы глобальное потепление Движется с юга комар Выпадают осадки Этой воде стиговать некуда К комару создаются здесь условия И появляется болезнь Болезнь страшная, сложная, тяжелейшая Лекарства от этой болезни, связанные вот эти все хинины Они наносят очень сильный ущерб У них очень сильный побочный эффект То есть вот вам, пожалуйста, реальная нагрузка, которая будет на город из-за глобального потепления Но это не будет повышение мирового океана, ничего такого А все как-то незаметнее Так вот дальше возникает вопрос Если мы видим и предполагаем, что у нас в ближайшие 4, 8, 12 лет Ожидаются вот такие проблемы То, естественно, об этом нужно говорить И предпринимать какие-то меры для этих целей А дальше возникает вопрос Что нам в строй? Опять-таки, вот опять смотрим с позиции глобального потепления Вот этих вот возможных Возможной заразы, которая появляется Опыт вот этого ковида, который пришел в марте Показывает, что, например, вот с моей точки зрения Строить, вот если действительно надо что-то строить То нужно строить какой-то специальный медицинский центр По приему больных Чтобы не стояли в скорой помощи в очереди И ждали, когда работают это у больного А чтобы там действительно были разработаны условия Которые, когда можно быстро развернуть И начинать принимать в большом количестве этих больных Сортировать их соответствующим образом Обрабатывать Дезинфицировать машины И отправлять на работу дальше Может быть, как раз вот это нужно построить Я понимаю, что, конечно, культура – дело серьезное И очень важное Но, собственно говоря, кому нужна культура Когда нету здоровых потребителей культуры Или ее носить Но вопрос, наверное, в том Сколько могут стоить такого рода Строительство отвода воды И насколько это дорогое удовольствие для города Или это можно сделать, например, небольшими средствами Согласитесь, Олег Это для этих целей необходимо Например, можно объявить соответствующий конкурс Это почему нет? Причем открытый конкурс С другой стороны, нужно действительно об этом вести дискуссию Специалистов Но вообще нужно выяснить, сколько у нас затопляется подвалов Вот я что-то как-то не слышал Чтобы была, допустим, карта Риги По затопляемости подвала Мы очень любим себя называть Европа Туда-сюда, пято-десято Но вот что интересно По-моему, еще лет восемь тому назад Санкт-Петербург вместе с финскими коллегами Составил карту угроз Это не секретная никакая карта Я про нее даже писал статью Для Петербургской фронтанки Издание Это очень интересный сайт с картами Где есть карты Уродоновой опасности Опасности прорыва метана Самого сгорания Опасности эрозии береговой Опасности затопления в случае осадков Там этих карт, по-моему, штук 15 Всевозможных опасностей Вот я очень бы хотел увидеть карты опасностей Для Риги или, допустим, окрестностей Потому что когда сегодня считаешь О том, что в районе Царниковой После дождей, которые выпали в начале недели До сих пор стоит вода Ну да О чем можно говорить? Она уже что? Ждем, когда она высохнет? Очевидно, так и есть Мы знаем, что есть подвалы, в которых эта вода стоит Вот и хотелось бы увидеть карту И в которой будут указаны районы, дома В которых хроническое затопление подвалов Районы, в которых хроническое затопление улиц Где существуют реальные проблемы И вот тогда, когда общественность это все увидит Горожане это все увидят И когда сами специалисты разные Допустим, специалисты-геологи Могут мне очень хорошо себе представлять Например, что происходит в канализации Канализация, надо сказать, дело серьезнейшее Помнится, раньше в Риге готовили специалистов По специальности инженеров Это снабжение и канализация Я так думаю, они у нас есть Но мы должны их услышать Это должны быть уважаемые люди У нас между тем есть звонок Здравствуйте, добрый день Добрый день, Константин Ну вот, тетка как раз выступает И ошибка его и всех, кто приходит с анализом Положения вещей в нашей стране Совершают эту ошибку раз за разом Много раз в течение долгих лет Они рассуждают с точки зрения здравой логики То, что вы говорите, то, что понятно всем Да, надо строить Но это относится только в том случае Если другая парадигма Если во власть приходят люди Государственно мыслящие Вот тогда все эти идеи И вся эта логика имеет под собой основание Но парадигмы латвийского государства Прямо противоположны Во власть приходят люди Ищущие, истяжающие лично себе благополучие Какое дело им до этих коллекторов? Скажите мне 30 лет прошло Через 15 лет Будет 45 лет независимости Ровно столько Сколько прошло между 45-м годом и 90-м Облетение Второй Республики То есть сроки сравняются И давайте посмотрим На результаты одинаковых сроков Что было через 30 лет после 45-го года В 75-м году Ригу отстроили полностью разрушенную И прошло здесь 30 лет Построили один мост И одну библиотеку За точно такие же 30 лет О каких коллекторах Мы можем с вами говорить Это у нас библиотеки Половину украли И смаза 24 миллиона латвий То есть те варианты инфраструктуры Рассматриваются Государственной власти Латвии Только с точки зрения Получения личного отката И личного благополучия Если здесь нечего будет откатить То никакой коллектор Никогда не будет построен Понятно Вопрос понятен Нет, ну тут как раз-то и возникает Можно сказать так Что эти люди Которые приходят во власть Они же как бы не сами пришли За них же рижане голосуют Очевидно Просто-напросто На данный какой-то момент времени Для рижан Более актуальны другие вопросы А не затопленные их подвалы Или, например, там Не опасность быть укушенным Какой-нибудь зловредной тварью У себя на балкон Но мне кажется Что как раз вот об этом и идет речь Сейчас, если политик Хочет говорить о том Что он человек Мало того, что он там думает о городе Скажем так Он европейски ориентированный Он как раз должен говорить О тех вещах, о которых мы говорим Вот это очень интересный как раз момент Мы в данном случае сейчас Действительно говорим о том О чем должны говорить Людьми политики И до выборов И тем более Тем более после выборов Вот в чем проблема заключается Потому что Если об этом не говорить То будет другой сценарий Номер два Постепенной деградации города Это будет деградация города Потому что, например, те люди У которых будут средства Они будут уезжать из этого города По одной простой причине Им будет некомфортно жить в городе В котором будут размножаться Всякие паразиты Им будет некомфортно жить в городе Где невозможно ехать по улице Без страха Что ты сейчас провалишься В какой-нибудь промой Которые хотят жить в городе Удобном, современном И бескомфортном, и безопасном А сам город будет оставаться Городом, в котором будут жить Люди, у которых Просто нет возможности Перебраться в какое-либо другое место Вот в чем проблема Сейчас мы приходим К такой точке бифурганции Когда нужно, собственно говоря Понять Либо мы будем что-то делать Для города, как города для жизни Либо этот город Да, можно построить За какие-то там деньги Изыскать Можно железную дорогу Еще одну построить Можно аэропорт построить Можно новых зданий Помпезных построить Только возникает вопрос А кто там этим всем будет пользоваться Вот о чем идет речь Потому что Ну, например, люди иногда говорят Я вот с этим очень сталкивался В том же самом Хельсинки Который считается Входит в тройку То первое, то второе, то третье место Одних из самых удобных Для жизни городов мира Он действительно удобный Человек живет За 25 километров От центра города И выходит к электричке Совершенно не задумываясь О расписании Поскольку они ходят Каждые 10 минут И ходят они в том числе и ночью Потому что ведь Нужны же люди Должны же как-то доезжать Еще есть ночные автобусы А еще почему-то Горячая вода Не выключается Ну, на Летом Тут она все время Есть, эта горячая вода Почему она есть? Непонятно И почему, собственно говоря Из 15 лет Приходят специалисты в дом И говорят о том Что в вашем доме Мы должны заменить все трубы Вот для этих целей Мы делаем выгородку Мы их заменим И мы начнем заменять 1 марта А 15 апреля Мы уже все закончим И положим новый кафель Новые трубы И новый унитаз поставим И почему-то именно 15 апреля Они закончились Понимаете? О чем идет речь? Речь идет о том Что когда город удобен Для жизни То жители этого города Как-то не очень так Переживают По поводу, например Там Дизайна домов Или каких-то там Новых вещей Конечно Финляндия гораздо Богаче, чем мы Она может себе построить И новые интересные здания И все такое прочее И там тот же Хельсинки За 20 лет здорово изменился Как я вспомнил Но одна из важнейших вещей В том Что город прежде всего Делается для хорошей Благополучной Здоровой жизни людей И мне кажется Что как раз Вот и нужно говорить О Риге для людей Но, кстати, Константин Вот если Побывав в музее Города Хельсинки Я обратил внимание Действительно На то, что Стартовые условия По большому счету Были одинаковые Как Финляндия Так и Литва Латвия Эстония В принципе Стартовали в 17-м году В одинаковых условиях И Долгое время Ведь Финляндия Считалась Такой провинцией Ну действительно Такой Достаточно Бедной Страной Ну и Я имею ввиду Бедной Частью страны Когда она была И под властью шведов И частью Российской империи Я к тому Что не всегда Она была богатой Это конечно И тут нужно сказать Что после Второй мировой войны Финляндия Была обложена Контрибуцией Вот В пользу Советского Союза И надо заметить Что они Контрибуцию Выплатили полностью И тут Ничего не скажешь Вот Как говорится И Они вспоминают Да Что было тяжеловато Тяжеловато Но зато уже Потом Уже Как говорится Никаких претензий Появить было невозможно Мало того Они получили заказ Они получали Огромные заказы От Советского Союза Была очень выгодная Для них Клиринговая система Взаимозачетов Безвалютная Но Тут же Верите Еще вопрос Какой Дело-то даже Не в том Что Финны Устан очень богатые И могут И склонны Сорить деньгами А давай построим То Или построим Это Они В известной мере Прижимисты Они считают Каждую копеечку И вот Например Когда они Что-то делают Допустим Пишают вопрос Отопления Вот почему-то Они считая Прикидывая Копеечку Голосуют В больших городах За центральное Отопление Хотя Их центральное Отопление Тоже Весьма Интересно Они Очень готовы Потратить Больше денег На строительство Дома Чтоб он Был Подороже Но зато Послужил Дольше Это касается Автодорог Надо заметить Что не одни Финны Такие Расчетливые Я припоминаю Что когда Я начал изучать Геологию В 77 Году Сколько лет Прошло 43 года Назад И приехал Учиться В Литву Я был конечно Удивлен Эми Автодорогами Которые уже В тот момент Строили литовцы И что интересно Литовцы делали Вот эту Гравийную Балласт Отсыпали Из гранита Не из известняка Которые можно Добыть Вот у нас Или например У них же в Литве А именно из гранита Которые везли С Украины Это было дорого Но Нам объясняли Специалисты Во время учебы То гранит Он гораздо прочнее Гораздо устойчив И потратив Деньги Сейчас На строительство Дороги И сделав Все согласно Инструкции Эта дорога В течение Многих лет Уже не потребует Никаких Дополнительных Вложений А вот Если он говорит Укладывать Мягкий известняк В виде Баласта То вы Сэкономите Сегодня А вот Что будет У вас Через 5 лет Уже Через 10 лет Вам придется Заново Все переделывать В противном случае Ваша дорога Будет напоминать Условно говоря Поверхность Бушующего Мода Ну да Это очень интересный момент Как раз Что В принципе Если вы думаете На многие годы Вперед То это Не всегда Понятно Это очень сложно Для популистских Лозунгов Потому что Вам нужно Говорить Людям Сложные Вещи Но А если Вы хотите Выиграть И отсидеть Свои Первые 4 года В думе Или там Еще где-то То да Гораздо Проще Вам Обещать И говорить Что мы Сделаем Очень много Задешево Но в результате То что будет Построено Потребует Еще больше Больших денег Для того Чтобы его Починить У нас Есть еще Один звонок Здравствуйте Добрый день Добрый день Вы знаете Вот еще Одна проблема Сырых Затопленных Подвалов У меня Приятель Жил Когда-то В центре Риги Комары Это был Какой-то Ужас Они Здоровые Во-первых Не жужжат Он прилетит Кусается Мочью Особенно Невозможно Было Открывать Окно Потому что Они каким-то Образом Из подвала Залетали В квартиры Спасибо Ну я могу Сказать То же самое Когда Тоже В центре В детстве Жил На улице Элизабетес Там Тоже Мы страдали Мы не могли Летом Открыть окно Потому что Это был выбор Или свежий воздух Сейчас И комары Вот на протяжении Всей ночи Либо нужно терпеть Ну вот Вот и все Проблема Нужна Чтобы подвалы Были сухие Для того Чтобы подвалы Были сухие Нужно либо Делать такую Основательную Гидроизоляцию Либо Нужно Каким-то Образом Добиваться Того Чтобы вода Не заливала Подвалы А чтобы вода Не заливала Подвалы Нужно Первый Самый вариант Чтобы она В подвалы Не текла А чтобы Уходила В какие-то Коллекции Вот Вот и весь вопрос Это нелегко Но это же Нужно решать Об этом Я опять повторюсь Об этом Надо говорить Почему же Мы можем Говорить О каких-то Стройках Века И в этом Упускаем Такие Важные Вещи Как Канализация Простите Сидеть В бочке С дерьмом Никому Не хочется Да еще Быть Запокусанными В темечко Комарами Но тем не менее Это как-то Уходит Эта тема Что Счастняются Что ли Вот это Я не понимаю Даже Мне кажется Вот такая Лондон Который Считается Ну одним Из самых Крупных И благополучных Тоже Городов Мира Ведь Сама Система Канализации Появилась Вот я читал С удивлением Для меня Это было Действительно Откровением Только в 1854 году После Страшной Эпидемии Холеры Когда Вдруг Выяснилось Что отсутствие Канализации Это Прямой Путь К Массовому Заболеванию От Инфекции И Только вот Пока не клюнул Можно сказать Жареный Петух В темечко Вот тогда Засуетились И быстренько За несколько лет Построили Систему Канализации Которая До сих пор По-моему Работает Ну Понятное Дело Что Полторы сотни Лет тому Назад Многое Как говорится Еще было В зачаточном Состоянии В плане Вот как раз Городских удобств Но ведь Нужно заметить Что после этого Была и перестройка Парижа Замечательная Совершенная вещь Ведь Париж Такой Такой Как мы его Сейчас Видим Он же Еще 150 лет Назад Был Совершенно Другим Городом И как Описывают Очевидцы Довольно-таки Грязноватый Это одно Дело Где были Дворцы Под же Самой Версаль А другое Дело Сам Париж Но Ведь Пример Как вот Вы отметили Пример Лондона Показал Что хорошо Построенная Канализация Это Великое Дело И что Мы же Говорим Не только О канализации Сантехнической Но И Вот Именно О ливневой Канализации Потому что Когда город Заливался Водой То это Было Плохо Это Было Вред Мало Того Что это Комары Еще Заметьте В подвалах Очень часто Хранились Товары И люди Которые Покупали Дома Кстати В свое время Я обратил Внимание В Петербурге Реклама Была О том Что строится Новый Дом Доходный Предлагалось Людям Купить Там Квартиры И Соответственно Предпринимателям Завести Магазины В нижнем Части Этажа И там Оговаривалось Что там Особо Особо Сухие Подвалы Будут И что Будет Обеспечена Полнейшая Сохранность Товаров Уважаемых Господ Так что Соответственно Говоря Вопрос Он не Новый И я Так думаю Что Если Уж Задаться Этим Вопросом То Например В рамках Европейского Союза Нельзя найти Какого-то Проекта Который Мог бы Помог бы Решению Этих Вопросов Абсолютно Уверен Что Можно В Евросоюзе Много чего Придумывается Делается Но Для этого Нужно Просто-напросто Об этом Говорить Кто-то Должен поднять Знамя Нормальной Ливневой Канализации Ну а Пока Поднимаем Трубку Здравствуйте Добрый День Здравствуйте Добрый День Под словами Вашего Собеседника Под каждым Словом Могу Подписаться Очень Правильные Слова Правильно Все Изложено И вы Тоже Правильно Ваши Сравнение Риги И С Хельсинки По 17 Год Мне кажется Здесь Как говорят Мне кажется Там вся проблема В наших политиках В этом политиканстве Людей Которые Не думают О тех Кто живет В этом городе Об их Нуждах Чаяниях Посмотрите Даже Столько лет Прошло Простая Ливневая Канализация 15-20 минут Дождь И проблема По всему городу Это значит Уже Надо задуматься Людям Надо Не заниматься Какими-то Политическими Лозунгами А надо думать О тех Кто живет В этом городе И Как-то Не знаю Нужно Не знаю В Хельсинки В Стокгольме Конечно Такого нет И правителей Таких нет И в мэрии Этих городов Таких нет Там прежде всего Стоит человек Житель А потом уже Все остальное Все эти лозунги Спасибо Спасибо Да у нас На проспекте Вестура Постоянно Заливает И видно После каждого Дождя Там огромные Лужи Это уже стало Просто Тардиционным Местом Я хочу сказать Что наличие Больших луж Которые Неожиданно Появляются Во время Дождя Не в том смысле Что они Неожиданны А в том смысле Что быстро Это же очень Опасно Для движения Автотранспорт Я уж не буду Говорить Про это Пресловут Аквапланирование Да Но действительно Когда машины Въезжают В такую Глубокую Лужу Они практически Становятся Неуправляемы Вот дальше Возникает вопрос Когда там Машины Столкнутся То кому Страховая Компания Должна По идее Идти И требовать Возмещение Ущерба По идее Она должна Идти К соответствующим Службам Которые Вот такое Безобразие Допускают Я понимаю Что Городские Службы Могут Сказать Во-первых О том Что у них Недостаточно Фондов Ну это Вообще Типично Но Это понятно Но второе Это Я абсолютно Уверен Что проблема В том Что к их Нужам Они могут Говорить Про это Но вот Именно Упроводящие Уровни Политические Обращаются Очень Мало Интересов Потому что Тема Какая-то Не очень Выиграть Ведь это Ж гораздо Проще Построить Что-нибудь Такое Большое Красивое Чем Например Решить Вот эту Проблему Которую Собственно Говоря Закопана В земле Вот что Интересно Вот интернет После одной Из наших Программ Когда мы Эту тему Затронули По-моему Чуть ли не Месяц назад Я видел Комментарии О том Что Существуют Ведь различные Системы Орычные Например Вот открытая Ливневая Канализация И вот Проблема Это будет В том Что у нас Привыкли Дворники Весь мусор Сбрасывать Куда-нибудь Заметать По углам И вот Если построить Орыки Вот эти Орыки Вот эти Бетонные Танавки Будут Весь мусор Сбрасывать И в результате В случае Нового дождя Они Тут же Как говорится Перестанут Выполнять Свою функцию Но это же Просто означает Что тогда Нету Не будет Работающей Нормальной Городской Службы Потому что Городская Служба Должна следить За тем Чтобы Водостоки Были В чистом виде Ну да Мне кажется Что сейчас Как раз Мы приходим К такому моменту Когда вот Говорят Про тот же Самый Хельсин Дело ведь Видите В чем С моей точки Зрения Поскольку Я знаю Финнов За 20 Финны В этом отношении Огромные Молодцы Они Никогда Не сидят Молча И не Страдают В ожидании Того Что-то там Произойдет И сменится К лучшему Они об этом Говорят И об этом Говорят На каждом Удобном Слухе Они не стесняются Задавать Например Кандидатам В депутаты Очень неприятные Вопросы В лоб Вот это Нет-нет И что Получается Что я хочу Сказать Что вот сейчас В принципе Вот мы как раз Начали Впереди Выборы Вот выйдут Кандидаты В Рижскую Думу Их можно Конечно Им задавать Какие-то Абстрактные Вопросы Но Есть вопросы Которые им Нужно задавать Мне кажется Прямые И совершенно Конкретные Которые Нужно Решать Если люди У них Они не готовы Решать И выбирать Их Становится Непонятно За что Потому что Реально Это же не Глобальная Мировая Политика Это Элементарное Решение Конкретной Коммунальной Проблемы И вот я хочу Сказать Что в принципе Как раз Тут надо Именно Искать Поддержку Возможно У городов Соседей У которых Может быть Похожая Проблема В рамках Европейского Союза Огромный Евросоюз И Огромный Союз И есть Самые Разные Города В том числе И города У которых Проблемы Как у Риги Например Можно Копенгаген Посмотреть Тоже Прям Скажем Не на Стралах Стоит Есть Города Допустим Голландии Где Вообще Могут Быть Ниже Уровня Моря То есть Есть Кому Обратиться За советом Взять Этот совет Образец Какой-то И попытаться Найти Решение Которое Мы могли Бы Семье Городу Позвучить И когда У нас Уже Станет Более-менее Сухими После дождя Нормальными Улицы Когда С этим Мы Решим Вопрос То тогда Собственно Говоря Можно Будет Переходить Уже И к Более Так Скажем Ну Приятным Вещам Я не против Того Чтобы строить Новые Концертные Залы Но все-таки Считаю Что сначала Нужно Чтобы ноги Были Сухими У нас Еще один Звонок Успеем Принять Здравствуйте Пожалуйста Здравствуйте Я хотел бы Вам Только Вместе С вашим Дочем Сказать Одну Веч Плоду Лож Вдоверство Не волнуйся Страховая Компания За эти Лож Не волнуются Градоначальники Волнуются Только люди Почему Потому что Если будет Авария Которой Вы Предполагаете И рано или поздно Она будет Отвечать Будет Водитель Ибо В правилах Написано Что водитель Должен ехать С такой скорость Которая Соответствует Условиям Езды А не с такой Как написано На знаке Там 50 или 50 Поэтому Он будет Отвечать И ничего Они делать Не будут Эти лужи 50 лет И еще будут стоять 150 Это первый вопрос Второй вопрос По поводу выборов Вы меня извините Из всех Вы сегодня известны Практически Все кандидаты В мэры города Риги Можно сказать Назвать фамилию Хоть одного Образованного Человека В плане Канализации Ни одного Нет Не будет И решать Никто из них Ничего не будет Спасибо Спасибо Но я хочу Сказать Наверное Что все-таки Тут важно Наверное Не только Образование Чтобы был Подкованный В канализации И там был Прекрасным Электриком И так далее Здесь наверное Политическая воля Специалистов Всегда можно найти И привлечь Дать задание Я еще думаю Что одна из Это конечно Более глобальная Уже тема Но мне кажется Что все-таки Очень важно Повышать Престиж Профессий Которые Собственно говоря И создают Основу Для нашей жизни Это же Ну с моей точки зрения Конечно В меня могут Полететь помидоры Но Я считаю Что Это огромный Перекос Когда Все Определяется Позицией Что сказала Звезда В области Музыки Популярной Что сказала Звезда В области Как другого Вида Искусства Наш любимый Поэт Литератор Но простите А что Вот кто-нибудь Поднимает Вопрос О том А что Думают Например Те же самые Слесарь Сантехники Это же не просто Те слесарь Которые там Раковину Меняют Я имею ввиду Вот эти инженеры Специалисты Понимаете Очень важно Чтобы был Престиж Престиж Людей Профессий Которые Держат Нашу Цивилизацию Потому что Если не будет Работать Вода Не будут Работать Системы Распределения Турбины Вырабатывающие Электричество Но ведь Это же Смешно О том Что Мы готовы Крутить Везде Повторя Показывать Интервью Что нам Расскажет Этот известный Художник А вот Что нам Расскажет Допустим Может быть На всю Латвию Специалист Который Разбирается В ливневой Канализации Я хочу Просто знать Сколько их Реально Работает В стране Знаете И люди Вот этих Вот профессий Они конечно И создают Возможность Всем остальным Жить Жить И жить Извините Красиво Вот Красиво Уютно И приятно И мне кажется Что это Очень важно Чтобы О этих Людях Говорили Чтобы Мы знали Что есть Такие люди И эти люди Должны И пользоваться Государственной И в частности Муниципальной Поддержкой Вот Возвращаясь Уже время Наше Уже Как я понимаю На исходе Но я хочу сказать Что Все должно Начаться С того Чтобы мы Должны Понять В каком Состоянии Находится Рига То есть Сколько у нас Домов Затопляемых Сколько улиц Затопляемых Карта Схема Вот Это Это не требует Великих Денег Тем более В наше время Интернета Но когда Мы увидим Город И поймем Где мы Живем Прошу прощения В каком полоте А где Значит Сухонько Вот тогда Мы сможем Более Четко Решать Вопрос А что Мы будем Делать Дальше Потому что Извините Можно Так С таким Подходом И не Дожить До Глобального Потепления Когда Извините Меня Волны Балтики Скроют Улицы Наших Городных Просто Не дотянет Комары Заедят Ну что же Это был Константин Ранкс Программа Климат-контроль Спасибо большое И до следующей Пятницы До свидания